Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в новое видео на канале Толни Лао Ши. И сегодня я хотел бы для вас немножко просветить ситуацию о том, что на самом деле сейчас происходит в Китае. Я, коротко, если вдруг кто случайно попал на это видео, то я скажу, что я живу в городе Шэнчжэн, Гуандоншан, провинция Гуандон. И здесь, конечно же, как его называют, витрина, город-витрина Китая. Здесь, конечно же, таких вещей, о которых вы слышите, там, полнейший локдаун, закрытие всех, никого не выпускают, запрещают что-то покупать, там, и так далее. Никто из дома не выпускает. В общем, весь этот мрак здесь не происходит, потому что здесь живет огромное количество людей, достаточно зарабатывающих. Ну и таких людей, соответственно, ущемлять в правах не будут. Это я, вот, мое четкое, очень понятное убеждение, которым я располагаю с самого начала вот этого всего баранобесия. Ну, по городу-то, в общем-то, видно же. Видно, что здесь, очевидно, люди не бедствуют. Хотя, конечно, люди же одни, люди на разных должностях. Ладно, давайте я сейчас вам расскажу именно о том, что сейчас конкретно происходит с Китаем, а именно это на севере. Я всегда говорю, что всех проще контролировать, конечно же, начать какие-то эксперименты, какие-то эксперименты, в частности, по контролю. Их проще всего начать именно с северных территорий, потому что, во-первых, погода плохая, никто обоставать не будет, выходить. Вот. Плюс ограничительные меры вводятся именно тогда, когда уже холодно. И люди уже более, скажем так, климатически ограничены. Вот. Ну и именно это и происходит. Именно это происходит в России именно тогда, когда, ну, там, конечно, еще выборы были, другая немножко тема. Но, тем не менее, ограничения начали именно вводить, когда уже холодно. Когда народ, ну, маловероятно, будет в больших количествах уходить на улицу. Вот. Здесь же, в Китае, это северная территория, в Китае ее называют Домбэй. И Домбэй – это восток, а бэй – север. В Китае говорят не север-восток, а востока-север. Это на китайском языке – Домбэй. И это конкретно территория, знаете, вот этот город, который прославился сравнением с городом Благовещенском. Это город Хэйхэ. Конечно, мало, вероятно, кто-то из вас знает такой город, но конкретно, если вдруг, конечно, кто-то меня вдруг смотрит из Благовещенска, например, да, или вообще с Дальнего Востока, то они, скорее всего, слышали такой город Благовещенск. И вот он находится на границе с городом Хэйхэ. Типичная картинка, когда мы видим сравнение развития из 70-х, когда город Благовещенска был такой-то, 80-х. И вот на настоящее время город, который отделен от Благовещенска Хэйхэ. Хэйхэ – это вообще одноименное название города, но это одновременно сама река. Вот та река, которая разделяет Благовещенска от китайской территории, от китайского там, от этого города. А этот город так и назвали Хэйхэ, и это речка Хэйхэ, то есть черная речка на китайском языке. Ну и, в общем, все это моргобесие происходит именно сейчас там. Все ограничения, все локдауны и так далее. И вот буквально сегодня я, это фактически стал триггером для сегодняшнего видео, я решил вам зачитать свежие новости из как раз того региона, потому что я вот удивился, что мне люди стали писать, потому что, видимо, там вас этим всем кошмарят. А в Китае, конечно, по телевизору это тоже все показывают, крутят. Скорее всего, я не знаю, но я убежден, я уже перестал давно смотреть китайский телевизор, потому что пропаганда здесь работает, мягко говоря, них уже нашей. Поэтому я сейчас вам прочту о том, что же происходит в Хэйхэ и какие меры там принимают. Итак, давайте начнем вот с чего. Значит, статья называется так. В Хэйхэ власти вот на данный момент запретили жителям совершать покупки из-за рубежа. Это, конечно же, абсолютное сумасшествие. Но давайте так, я комментировать сильно не буду. Вы комментарии, пожалуйста, оставляйте в закрепленных комментариях там внизу. Можем сделать это, если нужно будет, хорошо написано. Вот поэтому комментарии я оставляю для вас. Ну а в последнее время в Китае произошло несколько случаев заражения новой барановирусной инфекцией. И люди через посылки, отправленные в Китай из других стран. Ну, глупо было бы, да? Итак, власти городского округа Хэйхэ призвали местных жителей временно приостановить покупку и доставку по почте товаров из стран и регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по причине COVID-19. Об этом сообщают такие-таки. Это, в общем, понятно. За рубежом эпидемия имеет относительно высокую степень распространения. Это все информация из официальных писем, которые рассылают в Хэйхэ там на государственном уровне. За рубежом эпидемия имеет относительно высокую степень распространения. Произошел стремительный подъем заболеваемости в ряде соседних с Китаем стран. Продолжается рост случаев завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа. В последнее время в разных районах Китая произошло несколько фактов положительных результатов на COVID-19. НПЦР-тестированием именно товаров, которые были отправлены из-за рубежа, чтобы приостановить риск завоза коронавирусной инфекции из стран с высоким риском распространения через предметы в нашем регионе. Так скажем, охранять ворота Родины нужно все-таки. И гарантировать безопасность и здоровье жителей, вот, конечно, знаете, меня раздражает, когда они каждый раз прикрываются вот этой фразой типичной для вашей безопасности и членов вашей семьи. Значит, для здоровья вас, ваших близких и всех жителей региона, в период борьбы с COVID-19 не заказывайте товары из стран с высоким риском распространения известной инфекции, говорится в сообщении. Также поясняют, что если заказ товаров из-за рубежа имеет крайнюю необходимость, то об этом нужно в срочном порядке проинформировать Дом управления и место работы. Это касается также тех почтовых отправлений, которые сейчас находятся в пути. В случае, если прибытие, вот это самое важное, в случае, если прибытие товаров из-за рубежа вызовет очередную вспышку COVID-19 или приведет к другим неблагоприятным последствиям, вы будете привлечены к ответственности в соответствии с законодательным пояснениям в сообщении. Ну, это, конечно же, да. Также ведомство напоминает, что службы, которые осуществляют ввоз, дезинфекцию, таможенное оформление и так далее, они должны проводить спиртовую обработку там и так далее. Я еще здесь что-то хотел упомянуть. Значит, они говорят о том, что нужно 75% спиртом каждый товар обрабатывать, в перчатках открывать любую посылку. Вот, независимо от того, что мы-то знаем, что еще немецкие ученые, я еще весной смотрел передачу, немецкие ученые открыто сделали заявление, что они брали пробы в ковидном госпитале, в специальном ковидном госпитале, где именно все были на карантине больные, так называемые. И они брали маски из ручек дверных, там, с всевозможных стаканов и так далее. И оказалось, что вирус просто-напросто не живет более, там, скольки-то, я уже не помню, что, по-моему, 48 часов. И понятно, что товары, которые идут в пути неделями, ну, то есть они не могут иметь живую форму той или иной вирусной инфекции популярной. Вот так вот. Как сообщалось ранее, в Хэйхэ в минувшие сутки выльвано 6 новых случаев заболевания ковидного, всего лишь 6 человек. Но на общем фоне здесь 238 человек в городе Хэйхэ, вот там. Поэтому это все и замутили. Также, как мне представляется, здесь нужно еще сказать пару слов о городе Харбин. Потому что Харбин это все та же территория Донбей, если Хэйхэ прямо на границе с Россией, то Харбин, такой, мне кажется, довольно, да и слово такое более русское, да? Ну, Харбин, так или иначе на китайском. И этот город все равно считается самым большим, самым крупным городом в Китае и всех ближе к России, получается. Вот когда здесь все начиналось, эта история с Баранабесием, то отдельные дома в Китае пускали на изолирование. В частности, конечно же, мы знаем о том, что происходило в том самом Лухане. И огромное количество людей, в том числе вот мой друг, мой бывший начальник, он просидел в заточении два месяца. Больше даже, два и месяца, почти два с половиной месяца. С своей женой и еще с родителями жены. И с маленьким ребенком. В маленькой квартире. Это было, мягко говоря, конечно, да. Но зато семью можно хорошо изучить, друг друга. Но, в общем, это было стрёмно. Плюс он присылал видео, как летали дроны, знаете, с громкоговорителями. И говорили, что все должны оставаться дома. Это прям как из-за постапоклепительского какого-то видео. Вообще сумасшедшая, конечно, картина. Но вот такая вот картина. Блин, реально, надо было же снять. Ну, стрёмно, ребят, стрёмно такие видео выкладывать. Потому что мы планируем уйдеть из Китая, но не завтра. Понимаете? Итак, значит, в Харбине происходят точечные локдауны. Точечное закрытие домов отдельных. И я был в Харбине 3 дня. Всего лишь очень малое количество времени. Я не помню название. По-моему, там Нанган. Я забыл, ребят. Нанганчу, по-моему, есть такой район. Вот, по-моему, кстати, там и происходит точечное изолирование домов. То есть, людей сажают на локдаун, не выпускают из дома, стоят охраны. Охрана, значит, какие-то, наверное, военные, как здесь вот стояли. Вот, если вдруг кто-то каким-то образом что-то знает, то пишите более подробно. Но вот на то, что сейчас происходит, я уже знаю, что происходит та же самая картина, когда людей не выпускают из дома. И происходит поиск людей, контактировавших с заболевшими, так называемыми. Потому что там заболевший, на самом деле, раз-два и обчелся. Вот, но вот в настоящее время в Харбине на лечении в общей сложности остается пятеро заболевших. И из них два приехали из-за рубежа. Ну, конечно же. Трое. И вот мне что не нравится, вот обычно в таких статьях никто не пишет, что это приехали-то китайцы. Вот. Ну, какая, в принципе, разница? А трое заразились, а в результате просто, когда пишут это в китайских новостях, они тоже это не указывают, и все думают, что это иностранцы, разночки заболевания. И поэтому, собственно, к нам такое отношение здесь. Трое заразились в результате вспышки заболевания в Хэйхэ. Заболевшие выявлены в районах, значит, Пин Фан Чжу и Сян Фан Чжу в Харбине. В минувшие сутки в городе не выявлено в случаях заболевания COVID-19. Несмотря на небольшое количество заболевших, в Харбине 5 ноября власти проводят четвертый раунд ПЦР-тестирования всего населения города. Представляете? Харбин – это город, в котором больше 10 миллионов человек. И вот так же, как в Шэн Шжэн, у нас здесь проводилось, например, 2 раунда у нас было, сколько там, месяца, наверное, 2 назад, в июле, по-моему, абсолютно весь город заставали проходить, в июне, по-моему, было. Весь-весь-весь город, вот здесь это был Шэн Шжэн и Куанчжоу, а в Куанчжоу там 23 миллиона, что ли, человек, или 17 миллионов, а в Шэн Шэн Шжэн тоже в районе 14 миллионов. И представляете, весь город проходит тестирование на мракобесие с помощью этих ПЦР-тестов, когда палками тебе в горло суют или в нос. Но вот это у нас было в горло. Конечно, это тоже неприятно, но в нос, конечно, это было просто отвратительно. Мы тоже делали такое, это было неприятно. И в Хармении проводится четвертый раунд на данный момент. Представляете, более 10 миллионов человек вот так вот оперативно, все вот как послушные рабы вот так вот стоят в линии и вот всем, значит, партиями делают. И, кстати, это не индивидуальный учет. Там делается учет по QR-коду, у каждого, естественно, QR-код. И людей, значит, ставят группами по 10 человек, у каждого берут этот мазок и кладут в колбу все 10 человек в одну и ту же колбу. Получается, все 10, неважно, кто-то из них просто был, допустим, один больной, и тебя сразу же тоже потом запишут в больные, потому что ты стоял в одном ряду вот в теме 10. Потому что, понятно, каждого тестировать в отдельности никто не будет, а вот группами это сделать проще. Но одновременно это влияет именно очень сильно на такой разбег по количеству людей, которые могут быть переносчиками так называемой болезни. Ну вот такая вот картина. И все въезжающие и выезжающие из Харбина на данный момент должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в пределах 48 часов. Ребят, вот такие вот новости на данный момент. Здесь, в Шенчжене, скажу я лишь вам то, что везде, куда бы ты ни заходил, начиная с метро до... вот заканчивая сегодня два раза, я ходил сначала в один полицейский участок, в другой полицейский участок. Тебя просто... на тебя даже смотреть не будут, прежде чем... Ну, смотрите, будут... рот не откроют тебе, прежде чем не увидят от тебя два сразу же QR-кода. Один, так называемый день-кома, код здоровья, а второй, это в системе просто вся сразу же с телефона показывается через WeChat, и второй код подтверждения, значит, безопасности в плане путешествий. То есть, именно, когда ты контактируешь с большим... с кем-то там, да, допустим, как это... учет другой уже идет. В общем, сумасшествие, да, сумасшествие, это абсолютно везде, да, практически. За исключением, пожалуй, только маленьких магазинов. Маленькие магазины можно ходить и покупать. В какие-то маленькие забегалки тоже тебя это не спрашивают, но если прийти в Walmart, в гипермаркет, то там ты не войдешь без, значит, показа QR-кода, ну, естественно, без маски. Потому что китайцы маски носят даже когда едут в машине, даже в своей лично, даже когда в машине нет никого другого. Вот. Все, донес вроде бы все, что хотел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok